Мы все к чему-то стремимся. Наша жизнь немыслима без желаний и устремлений, а для их осуществления необходимо обладать уверенностью в своих возможностях. Эта уверенность в себе является важным индикатором благополучия личности. Чем увереннее в себе человек, тем выше он ставит для себя планку задач и успешнее их решает, продвигаясь к намеченной цели. Наша уверенность проявляется не только в оценках, которые дают нам окружающие, но во многом в оценках, которые мы даем себе сами. Уверенность во многом зависит от внутренних качеств личности, темперамента, характера, интеллекта. При этом не менее важны внешние обстоятельства, отношения в коллективе, качество руководителя, поддержка семьи и коллег. А если обстоятельства не всегда работают в вашу пользу? Или ваш темперамент не способствует уверенным поступкам? Можно ли что-то изменить, сформировать внутреннюю уверенность в себе и в своих силах? Я психолог Виктория Мазурова и моя гостья Мария Ивановна Полякова, главный специалист одного из подразделений РЖД. Попробуем сегодня ответить на эти вопросы. Тема нашего выпуска – уверенность в себе или как повысить самооценку. Здравствуйте, Мария Ивановна! Присаживайтесь, пожалуйста. Мария Ивановна, расскажите, пожалуйста, о себе. Я знаю, что вы довольно долго работаете в компании «Российские железные дороги». Да, в РЖД я уже больше семи лет. То, чем я занимаюсь, было интересно мне с третьего курса института. И сейчас у меня уже достаточно опыта, чтобы обучать молодых. Видно, что вы очень любите свою работу. Что же случилось? Произошел какой-то конфликт? Нет, это скорее мой внутренний конфликт. Расскажите поподробнее. Недавно я отказалась от возможности, которая открывала передо мной совсем другие перспективы. Вы знаете, отказалась сознательно, даже, я бы сказала, струсила. Очень корю себя за это. Скажите, а что это была за возможность, которую вы не использовали? Я отказалась от предложения, к которым очень долго шла. У нас появилась вакансия руководителя очень интересного и ответственного направления. И, по мнению моих коллег, это была моя должность. Но я фактически отдала ее другому человеку. Можно сказать, собственноручно. Как же так случилось? В нынешней должности я работаю достаточно долго, работаю хорошо. Это неоднократно подмечал мой начальник. Многие коллеги у меня обучались. Но в последнее время я стала понимать, что хотел бы занимать должность более интересную, так как эту давно переросла. Вы решили, что и самой пора стать руководителем? Нет, я не стремилась к руководящей должности. Мне лишь хотелось расширить свой функционал, развиваться как специалисту. И в нашем департаменте такая должность была. И где-то в глубине души я надеялась, что когда она освободится, я займу ее. Но когда мне ее предложили, я, поразмыслив, отказалась. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, как же это произошло? Да рассказывать, собственно, нечего. Когда начальник предложил мне новый статус, тот, о котором я так долго мечтала, я неожиданно струсила. Попросила время на размышления и все обдумав, отказалась. Высказала свои сомнения, аргументировала их и на эту должность предложила свою коллегу. И коллегу, конечно же, взяли. Да. Начальник доверяет моему опыту и прислушался к моей рекомендации. Коллега заняла эту позицию, но я очень быстро поняла, какую совершила ошибку. Но вы же размышляли над предложением. Что же вас так напугало? Ответственность. Я не была уверена, что смогу хорошо организовать работу и выполнять ее на должном уровне. Вот так много лет стремилась к этому, а дошло до дела я спасавала. Вы анализировали, почему? Ну, надеюсь, разобраться в этой ситуации с вашей помощью. Тем более коллеги подливают масло в огонь и говорят, что с этой должностью я бы справилась. Мария, а как вы считаете, вы хороший специалист, достойный этой должности? Да, неплохой. Почему так не уверена? Создается впечатление, что вам трудно говорить о себе хорошие вещи. Да я не умею хвалить себя. И даже если кто-то сделает это в мой адрес, я обязательно начну говорить что-то в опровержении, как бы оправдываться за то, что я такая хорошая. Мужу, кстати, очень не нравится во мне это качество. И что же он говорит? Он считает, что я себя закритиковала. Причем абсолютно без повода. А недавно сказал, что и сам уже начал верить моим словам. В принципе, он прав. Если мы долго внушаем окружающим наше представление о себе, то рано или поздно они начнут в них верить. Только впечатление может быть со знаком плюс или со знаком минус. Вот так своими руками мы и создаем персональный имидж. И плохой, и хороший. Ну вот, получается, сама себе и навредила. Мария, не расстраивайтесь. Любое впечатление можно изменить. Но сначала давайте разложим все по полочкам и определим ваши ошибки. Первое. Вам нужно избавляться от чрезмерной самокритики. Как это сделать, я расскажу вам позже. Второе. Вам определенно вредит вторая ваша черта – нерешительность. И это следствие боязни совершить ошибку. И самое главное. Вы очень не уверены в себе. У вас низкая самооценка. Я понимаю это. Но разве можно себя изменить? Ведь, может быть, это черты врожденные. И это, может быть, у меня просто такой характер, темперамент. А раз такой характер, разве можно вообще что-то исправить? Можно и даже нужно. Вот вы упомянули темперамент. Действительно, от него многое зависит. Это такая базовая характеристика личности. И, в частности, от него зависит, насколько вы уверены в себе человек. Вы, Мария, по темпераменту – меланхолик. Это очень интересный тип личности. Меланхолики часто не уверены в себе, но богато одарены творчески. У меланхоликов много сильных сторон. Это прекрасные друзья и собеседники. В отличие от своей противоположности – холериков. Довольно неудобных друзей и коллег. У холериков нет времени на помощь другим. С ними сложнее общаться. Холерики вечно спешат. Хотят всех опередить, добиться славы и популярности. Да, мне популярность не нужна. Потому что это не ваш путь. Вы склонны помогать, жертвовать, обучать кого-то, что вы и делаете с большим успехом. Меланхолики часто вдумчивые и глубокие люди. Но одна черта им сильно вредит. Неуверенность. Да, вы абсолютно правы. У холериков, как мы уже выяснили, самооценка завышена. Сангвиники еще могут соблюсти баланс в оценке своих качеств, хотя их иногда заносят. Лучше обстоят дела с самооценкой у реалистов-флегматиков. Ну а меланхоликам мешает их неуверенность. Причем мешает везде – и в профессиональном, и в личном плане. Получается, это самый плохой характер. Мария, а ведь вы даже не услышали тех положительных качеств, которые я перечислила, когда рассказывала вам о меланхоликах. Скажите, а кто из героев романа «Дюматри и мушкетера» вам наиболее симпатичен? Дайте подумать. Наверное, Атос. Поздравляю. Это ярчайший меланхолик. Но сколько в нем положительных качеств? Да, действительно. Кстати, и товарищи же его тоже уважали. А вот что касается других мушкетеров, они тоже отвечают различным темпераментам? Да. Д'Артаньян – холерик. Портос – сангвиник. Арамис – флегматик. А в романе четко отражено, как в одинаковых обстоятельствах каждый из героев действует в соответствии со своим темпераментом. Да, действительно. Но мне все-таки кажется, что если темперамент дается от рождения, то вряд ли его возможно изменить. Вы знаете, Мария, счастье в жизни зависит от того, насколько сильно мы к нему стремимся. А если есть цель, то можно преодолеть и слабые стороны своего темперамента. В жизни побеждает тот, кто смог победить самого себя. Значит, я все-таки могу измениться? Конечно. Уверенность в себе – это качество, которое нужно тренировать, развивать и подкреплять. Главное – делать это систематически. Ну как, хотите научиться? Ну, конечно, хочу. Тогда вам нужно знать, что впечатление о человеке складывается во многом из его облика. Какая у него осанка, как он держится, как он приветствует вас. Неуверенный человек прячется в себе и в своей сутулости. Он опускает голову и как бы заявляет, я боюсь показаться слишком значимым. Как будто про меня. А вот уверенный в себе человек будто бы всем своим видом заявляет, я есть, я держу голову прямо, я здоровуюсь с вами так, чтобы вы услышали меня и ответили мне. Помните, как изменилась героиня служебного романа под чутким руководством своей секретарши? Да, она стала совсем другим человеком. Внешний вид и внутренние ощущения тесно связаны. Меняя одно, мы изменяем и другое. Старайтесь чаще обращать внимание на то, как вы держитесь. Пусть это станет для вас ежедневным упражнением. Тренируйтесь, пожалуйста, дома. А когда у вас начнет получаться, хвалите себя. Кстати, хвалить себя – это еще одно упражнение для развития самооценки. Просто похвалите себя. И поверьте, есть за что. Правда? Я, честно говоря, даже не знаю, за что себя могу хвалить, потому что в последнее время я совершила очень много ошибок. Возможно, вам не нравится то, что произошло в последнее время на работе. Но вы ведь нашли силы прийти сюда? Наверняка вам пришлось переступить через сомнения, стеснения. Ведь так? Да, у меня были серьезные сомнения. Но вы ведь их преодолели. Значит, у вас есть стремление помочь себе? Похвалите себя за это. А теперь вспомните, зачем вы сюда пришли, и произнесите это вслух. Я поборола свои сомнения и пришла к вам, чтобы помочь себе пересилить свои слабые стороны. У меня есть силы, есть желание работать над собой. Отлично. У вас все прекрасно получается. А дома, я уверена, будет получаться еще легче. Просто каждый день хвалите себя за все, что вы делаете. Скажите себе, я молодец. И ощутите эту волну нежности к самой себе. Я думаю, это будет интересная практика. Буду делать это вслух. Заодно и пусть мой муж послушает, какая я хорошая. Да, можно и так. И в завершении нашей беседы я хочу обратить ваше внимание на две важные вещи. Вы никогда не добьетесь чувства уверенности в себе без самоуважения. Вы можете так или иначе оценивать свои поступки, но если вы не будете уважать себя, вы никогда не добьетесь уважения окружающих. И второе. Вам нужно помнить, что во взаимоотношениях с другими людьми у вас есть не только обязанности, но и права. Среди них есть право совершить ошибку и отказать в деле, которое вам не нравится. Спасибо вам, Виктория. Я надеюсь, у меня получится преодолеть свою неуверенность и недовольство собой. Спасибо. Я уверена, это вам по силам. Удачи вам в этом. Уверенность в себе далеко не всем дается от рождения. Одни обстоятельства и события подрывают у нас чувство уверенности, другие укрепляют. Есть люди, склад личности которых располагает гордиться каждым даже незначительным успехом, а другие ни за что не увидят в себе положительных сторон. И это будет мешать им достигнуть поставленных целей. Ваша задача – найти необходимый баланс в оценке своих возможностей, развить уверенность в своих силах. Давайте уясним несколько несложных правил, помогающих повысить самооценку. Чаще хвалите себя. Возьмите за правило подмечать все хорошее, что вы делаете, и награждать себя похвалой за эти дела. А вот с критикой не стоит перебарщивать. Учитесь смотреть на свои ошибки, как на опыт, который поможет в будущем пойти правильным путем и достигнуть успеха. Даже если вы боитесь, стесняетесь или вам неловко, не выдавайте себя. Держитесь прямо. За прямой осанкой и бодрым голосом обычно укрепляется и внутренняя уверенность. Улыбчивый человек – это обычно приятный и уверенный в себе собеседник. Все должно быть сбалансировано. Человек, который доволен своим внешним видом, обычно доволен и самим собой. Одно из основных правил для развития хорошей самооценки – самоуважение. Например, когда вас хвалят или делают комплимент, не стоит возражать. Преодолевайте собственное сопротивление каждый раз, когда вы стесняетесь или боитесь что-либо сделать. Скоро вы заметите, что внутреннее сопротивление значительно ослабевает. Уверенное поведение – это вера человека в собственные силы и возможности. В то, что именно он управляет обстоятельствами, а не наоборот. С помощью ряда приемов, о которых мы сегодня говорили, вы сможете научиться управлять собой. Как говорится, дайте мне точку опоры, и я переверну мир. Ваша точка опоры – это ваша уверенность в себе и своих возможностях. Надеюсь, наши советы помогут вам в карьере и в семейных отношениях. С вами была психолог Виктория Мазурова. Удачи вам! Субтитры подогнал «Симон»!